Здравствуйте, эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник в студии Александр Семенов. 135 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в регионе. 74 человека, жители Самары, 16 Тольятти, 10 Сызрани, 7 Волжского района, 5 Ракенеля, по 4 Новокуйбышевского и Ставропольского района, по 3 Отрадного и Кенель-Черкасского района, по 2 Жигулевска, по 1 Чапаевска, Октябрьска, Исоклинского, Кошкинского, Нефтегорского, Похвестневского и Красноярского районов. 31 человек контактировал с ранее заболевшими. 82 пациента были госпитализированы с диагнозами вне больничной пневмонии и ОРВИ, а 22 зараженных вовсе не имели признаков заболевания. Некоторые пациенты, это в зависимости от тяжести болезни, госпитализированы. На данный момент в регионе 5 399 человек, заразившихся новой коронавирусной инфекцией. При этом больше половины из них смогли справиться с опасным вирусом. 3 126 человек уже выздоровели и выписаны из больниц. Увы, но 58 наших земляков так и не смогли справиться с новым вирусом. В Самаре разрешили экскурсии. К нам в город приехали первые после режима самоизоляции туристы. Однако существуют ограничения. Их надо помнить. Экскурсии разрешены с использованием аудиогида и соблюдением социальной дистанции. Полтора метра между участниками. Также требуется использовать средства защиты и санитайзеры. Первыми гостями из других регионов за последнее время в Самаре стали туристы из Волгограда. 25 человек посетили за три часа главные городские достопримечательности, включая комплекс ракеты-носителя «Союз», набережную и стелу «Ладья». В Самарской области завершается бронирование мест в летних оздоровительных лагерях. Было доступно более 5,5 тысяч путевок. Осталось меньше 500. Стоит отметить, что детей в этом году примут 33 летних оздоровительных организаций, 14 санаториев, 7 военно-спортивных и спортивных загородных лагерей. Пока планируется, что заезды в лагеря начнутся 16 июля. Окончательное решение примут накануне, в зависимости от эпидемиологической обстановки. В этом году в детских лагерях будет особый режим из-за пандемии коронавируса. Так планируются две смены, каждая из которых длительностью 21 день. Между ними будет трехдневный перерыв на дезинфекцию. В этом году будут запрещены родительские дни и дискотеки. А сотрудники лагерей должны будут сдать тесты на COVID-19. В Самарской области выделят 111 миллионов рублей на создание временных рабочих мест. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Российской Федерации. Всего на эти цели Роструд получит более 4 миллиардов рублей. Гражданам, которые обратились в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе в сфере транспорта, в ЖКХ, на благоустройстве территории, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми. Кроме того, на предприятиях, где сотрудников перевели на неполную занятость, можно будет организовать дополнительную временную работу, говорится в документе. Временно трудоустроить планируется более 80 тысяч человек по всей России. Самолет, строение, обеспечение страны продовольствием и, конечно же, медицина. Самара удостоилась очередного почетного звания «Город трудовой доблести». В декабре прошлого года соответствующий законопроект в Госдуму внес президент Владимир Путин. Согласно законопроекту, звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. На передовых позициях и сейчас, и тогда были доктора. Наш корреспондент Павел Баймаков продолжит. В годы Великой Отечественной войны более полутора тысяч организаций, в том числе 60 крупных промышленных предприятий, со всей страны было эвакуировано в Самарскую область. Уже к концу 1941 года здесь проживало порядка 700 тысяч человек. Кроме того, в регионе разместили 54 эвакуационных госпиталя, 16 из них в самом Куйбышеве. За годы войны на Самарской земле вылечили около 180 тысяч раненых. В тыл отправляли только тяжелых больных. Курс реабилитации после ампутации ног здесь проходил и легендарный советский летчик Алексей Моресьев. С Самарской земли он вновь поднялся в воздух после долгого перерыва. Чтобы в буквальном смысле ставить больных и раненых на ноги, врачи работали практически без отдыха. Тем не менее, успевали заниматься и инновационной деятельностью. Один из примеров таких ярких, которые я часто привожу, это то, что самарские куйбышевские медики предложили способ транспортировки донорской крови на большие расстояния, во вращающиеся центрифуги. По тем временам получить кровь в тылу от доноров, а у нас в области около 14 тысяч человек стали донорами, транспортировать эту кровь на фронт для оказания экстренной помощи раненым, и это, конечно, было огромное достижение. Большой вклад в лечение больных и развитие медицины в годы Великой Отечественной войны внесли сотрудники Самарского медицинского тогда ещё института. В 1949 году 12 человек удостоились ордена Ленина. 30 лет работе здесь отдала и ветеран войны, биолог Людмила Кулагина. Великая Отечественная началась, когда ей было всего два года. Жили в Ленинграде, все тяготы и ужасы блокады испытала на себе. Голод, зимой воды не было, отсутствовали средства личной гигиены. Страшная антисанитария. Эпидемию удалось избежать благодаря медикам, которые не только лечили больных, но и заменяли многим родителей. К врачам приносили вот этих маленьких детишек, которых отняли от мамы, заплаканных, извините меня, сопливых, грязных. Они их отмывали. А ведь сама врач, мама, у неё у самой дети. И вот как это было тяжело, всё это. Врачи – это герои. Это герои, мужественные герои, которые очень тяжело работали. В годы Великой Отечественной войны именно Куйбышев стал запасной столицей. Сюда были эвакуированы правительство, Верховный совет СССР, Большой театр, Ленинградский драматический театр и многие другие учреждения. Город Куйбышев внёс значительный вклад в ускорение победы. Сюда переехали предприятия из западных территорий Советского Союза. Здесь они разворачивались в боевых условиях. Теперь Самара носит и почётное звание «Город трудовой доблести». Павел Баймаков, Дмитрий Лукин, СТВ. На стенах плесень, в квартирах сыра. Жители дома номер 185 по улице Партизанской не первый год просят решить их коммунальные беды. Люди рассказали в нашей съёмочной группе, что обращались во многие инстанции. Вот только результата как не было, так и нет. Наша постоянная рубрика «Дежурный по городу» далее. Вот это вот, вся эта, сейчас еще высохло. Солнышко, потому что... У Галины Моисенниковой руки опускаются от безысходности. Уже не первый год стены её квартиры в кавычках украшают такие узоры. Плесень и грибок давно тут прописались, сетует женщина. Уже как она их не пыталась выводить, все старания тщетны. При первом же дожде стены снова чернеют. У меня весь, вся стена, вот что как, ну, вы говорите, что течёт тёк, и вся стена чёрная. А куда стёк? Это, ну, лето, зима. Сейчас всё равно чернота не проходит, не просыхает ничего. Ну, фундамент совершенно. Вот какая-то не от меня, это совершенно не это. Вот. Подъезд не это, не ремонтируется. Увидев нашу съёмочную группу, собирается почти весь дом. Кто ни на работе, ни на учёбе, у многих такая же проблема в квартирах. Жители дома номер 185 по улице Партизанской даже знают причину. Разрушенный фундамент здания. Вся вода идёт под фундамент, топит. Не раз у нас горела электрическая, это, ну, в доме это, да, проводка, вот. И ничего не делается. Платим мы, каждый месяц все, регулярно. Ну, никаких движений, ничего. Подъезды небелённые. Крышу еле-еле заватали частями. Это вот, ладно, дождей сейчас нет таких. А то вообще... Жилецы этого дома жаловались во все возможные инстанции. Вот только до реальной помощи дело так и не дошло. Александр Семёнов, Олег Галочкин, СТВ. Со вторника увеличивается число рейсов до Рождествено. Теперь от Самары до другого берега Волги суда будут курсировать по 20 раз в день. Информацию об этом разместило пассажирское предприятие. Первый рейс из областной столицы отправляется в 6 утра. Последний в 9 часов вечера. Смена расписания связана с увеличением пассажиропотока. Ведь ранее самарцы жаловались на большие очереди на теплоходы. ДТП с пострадавшим в Самаре. Овощеводы нелегалы в Кенельском районе. И нападение стаи бродячих собак на детей в Тольятти. Обо всем по порядку во взоре происшествий. В Тольятти следователи проводят проверку по факту нападения на детей стаи бродячих собак. Инцидент произошел около 11 вечера в одном из дворов на улице Гидротехническая. Момент нападения зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи видно, как к детской площадке направляются несколько человек. В тот же момент на них набрасываются животные. Одного ребенка собаки протащили по земле несколько метров. И лишь после появления взрослых отпустили и бросились на утек. О состоянии пострадавшего не сообщается. Тем временем делом заинтересовались в Следственном комитете. В Тольятти это уже не первый случай. Как сообщают в СКР, между администрацией Автограда и обществом с ограниченной ответственностью был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по отлову бродячих животных. Однако условия контракта, как считают следователи, исполняются недолжным образом, что создаёт угрозу для жизни и здоровья людей. Административные штрафы грозят кенельским овощеводам и их подчинённым, которые приехали погостить, но забыли получить соответствующие разрешения. Профилактический рейд на территории тепличного комплекса провели полицейские. Как выяснилось в ходе проверки, 15 иностранцев осуществляли трудовую деятельность с нарушением закона. Им грозят штрафы от 2 до 5 тысяч рублей. Некоторых депортируют. А вот организацию, на которую они работали, ждут крупные штрафы от 250 до 800 тысяч рублей, а также приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток. Один человек пострадал в результате ДТП в Самаре. Авария произошла около 6 вечера 5 июля на Московском шоссе. По данным ГИБДД, водитель УАЗа не выполнил требования дорожного знака движения налево, и машина столкнулась с ВАЗовской 14-й. В результате аварии 25-летний водитель легковушки получил травмы. Его доставили в больницу. И о спорте крылья советов разошлись миром с Ростовом. Это вторая ничья подряд для нашей команды. На 25-й минуте игры главный арбитр встречи. Николай Волошин удалил Владимира Полуяхтова после консультации ВАР, и наша команда осталась в меньшинстве. На 55-й минуте получил второе предупреждение и был удален защитник гостей Данила Ведерников. Ни одной из команд не удалось поразить ворота соперников. В итоге безголевая ничья 0-0. На данный момент волжане все еще находятся в зоне вылета турнирной таблицы национального первенства. 15-я строчка в активе скромные 24 очка. Исправить ситуацию, время и возможности еще есть. Следующие два матча крылья советов пройдут в гостях. В этот вторник наши парни сыграют против Турцкого Арсенала, а в воскресенье против столичного Динамо. Игра была средней. Команда проявила характер, команда проявила желание не проиграть, команда самоотверженность проявила. Но с точки зрения конструктивизма, конечно, у нас были другие планы. Удаление слишком серьезно вмешалось. Мы видели, что до удаления опасных моментов не было у наших ворот. У нас какие-то подходы были. Мог забить Тамара Донич после доставки мяча Кабутова. После удаления, к сожалению, не получалось самого главного выбегать в быстрые ответные атаки. Не хватало, на мой взгляд, просто взаимопонимания между футболистами, потому что в таких сочетаниях они редко еще играли у нас. Но планировали выпустить более таких тонких игроков, Павла Антона, Поповича и Зиньковского на второй тайм. Но еще раз, играя в меньшинстве, наверное, нужны были игроки, которые в первую очередь обезопасили бы оборону. В регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В регионе жители просят быть предельно осторожными при обращении с огнем. Здесь установилась жаркая и знойная погода, возможно, возникновение лесных пожаров. В связи с этим региональное управление МЧС напомнило о том, что в Самарской области продолжает действовать запрет на их посещение. Специалисты ведомства просят жителей быть предельно осторожными и внимательными. У меня же на этом все. Далее прогноз погоды, интересные новости программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Смотрите и читайте наши новости, в том числе в группе ВКонтакте. На ваших экранах QR-код, сканируйте его камерой приложения ВКонтакте. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи.